Все время будет грызть что-то слишком широко. Собака просто не перенесет на коз. И я не хочу подвергать Юме такой опасности. Тем более нам еще предстоит операция на грыжу. Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. И сегодня, ребята, я хочу поговорить с вами о нашей девочке-щеночке Юме Чун. Потому что у нас проблема. Два ряда зубов. То есть, коренные уже выросли, а молочные до сих пор не выпали. Я покажу, как это выглядит. И мы поговорим об этом, потому что я знаю, что многие мне пишут с такой же проблемой. И вот я сама с ней столкнулась. Так что подписывайся на канал, если ты тут впервые. У нас очень много животных и всегда интересно. И поехали! Когда у меня росли Эйвен и София, у нас не было проблем. Ни с грыжами, ни с лишними зубами. И уши у нас встали быстро. Вот примерно, насколько часто все зависит от генетики. И что все собаки действительно разные. Но я знаю, что лишние зубы это достаточно распространенная ситуация у мелких пород собак. Чихуа, Йорков и так далее. Кстати, напишите в комментариях, болел ли ваш питомец чем-нибудь когда-нибудь. И чем? Сейчас будет немножко сложных слов, но причины нарушения смены зубов могут быть разными. Неправильное расположение зачатка коренного зуба. Активный рост челюсти во время смены зубов. Узкая челюсть у собак карликовых пород. Слабое развитие жевательной мускулатуры. Недостаток в рационе щенка кальция или недостаточная его усвояемость. Генетическая и породная предрасположенность. Мы снимаем утром, и Юми засыпает прямо на глазах. В общем, кроме породы и генетики, в моем случае есть еще одна причина. У Юми очень долго не вставали ушки. И я давала ей достаточно много кальция, чтобы помочь ушкам встать. А он, в свою очередь, поспособствовал активному развитию челюсти и укреплению зубов. В том числе и молочных. Поэтому новые выросли, а молочные такие крепкие, что не хотят выпадать. Но смысла искать причин уже нет. Нужно решать, что нам делать дальше. Кстати, помните, что до того, как не вырастут коленные зубки и не встанет прикус, нельзя давать щеночку грызть что-то очень твердое или слишком крупное. Нельзя играть в перетягивание, иначе прикус нарушится. Я сейчас буду выглядеть немножко смешно, но нужно показать. То есть может даже случиться перекос, если щеночек все время будет грызть что-то одной стороной. Или другие нарушения. То есть игрушка слишком большая для его пасти, и ему приходится слишком широко открывать рот. То есть нужно дождаться, когда коренные зубки уже вырастут и устоятся. И ставьте лайк этому видео, если вы хотите больше полезных советов и секретов. Тогда я пойму по количеству лайков, насколько вам это действительно нужно. Смотрите, смена молочных зубов начинается где-то в 4 месяца. И закончится должна к 6-7 месячному возрасту. Но у мелких пород развитие все-таки замедленное. И поэтому у них она начинается где-то в 5-6 месяцев. И закончится должна к 8-9 месяцам. Но Юме уже 9 месяцев, а у нее до сих пор целых 3 молочных зуба. И сейчас я вам покажу, как это выглядит, эти два ряда зубов. В интернете очень много советов, что мол, если эти зубки не выпали и сидят крепко, их нужно прям самим сильно расшатывать и вырывать. Что я считаю вообще насилием. Или же вырвать операционного врача. То есть ввести собачке наркоз и вырвать зубы. Но организм щенка, особенно маленькой породы, даже в этом возрасте еще не до конца окреп. И может случиться так, что собака просто не перенесет наркоз. И я не хочу подвергать Юме такой опасности. Тем более нам еще предстоит операция на грыжу. Да, но об этом я расскажу чуть позже. Я сейчас еще раз Юмички на лишние зубы вам покажу, но уже в связи с прикусом. Дело в том, что у нас уже была похожая ситуация у Йорка Нюры. Она сейчас уже старенькая, но когда она была щеночком, у нее тоже были молочные зубы, которые очень долго не выпадали. И выпали они уже после года с лишним, когда ей исполнилось. Любой бы ветеринар должен был нас положить уже на операционный стол. Но почему мы не стали их удалять у врача? Потому что они ей не мешали и не нарушали прикус. Единственная причина, по которой я считаю стоит удалить молочные зубы, а не дожидаться их естественного выпадения, это нарушение прикуса. Или если они реально мешают жить собаке. Врезаются в десны, мешают расти новым зубам, мешают кушать и доставляют дискомфорт. В случае, посмотрите на это, в случае с Юмичу или Нюрой прикус от лишних зубов не нарушился. Он сформировался правильным и называется этот прикус ножницы. Коренные зубы выросли нормально, то есть прикус уже правильный и молочный ему не мешают. И как вы видите, они никуда не вбиваются, не врезаются, не мешают другим зубам и соответственно не доставляют боли. А также Юми прекрасно кушает и грызет вкусняшки, а это показатель, что ей не больно. Я выбираю такой путь, я буду ждать, но при этом каждый день буду давать либо грызть вот такие вот вкусняшки, которые такие резиновые, плотные, которые очень тяжело грызть. А также разные игрушки-погрызушки для тренировки челюсти для зубов с шипами, разные плотные канатики. И постепенно, когда Юми будет работать челюстью и постоянно расшатывать сама эти молочные зубки об игрушке и лакомство, скорее всего они выпадут сами. Если же этого не случится, придется пойти к ветеринару, но я не буду спешить, потому что я знаю, что у маленьких собак это может затянуться. Если это не нарушает прикус и не доставляет дискомфорта собачке, она их вообще не замечает, то зачем мучать лишний раз животное и подвергать опасности? Если же вы видите, что молочные зубки мешают расти коренным, прикус нарушается из-за лишнего ряда зубов, то есть он не ножницами, зубки куда-то впиваются, мешают кушать, собака страдает, то, конечно же, лучше сразу пойти к ветеринару и решать вместе с ним, что делать дальше. Ну а я буду держать вас в курсе дела, скоро также расскажу про операцию Юми на грыжу, и в ближайшее время еще будет стрим. И увидимся в новых роликах. Пока!